Бюст первому императору Российской империи теперь здесь историческое напоминание о создании войск морской пехоты. Ведь это именно Пётр I в 1705 году издал указ о формировании первого полка морских солдат в России. Войска несли службу на абордажно-десантных кораблях парусного и грибного флотов. Несли караульную службу в адмиралтействах и береговых учреждениях флота. Историческое событие. Открытие памятника человеку, который сделал нашу страну современной, который поставил Россию на новые рельсы, человеку, который вошел в историю нашей Родины как зачинатель реформ, ставших необходимой основой наших успехов в военной области. Военные уверяют, эта территория – одна из ведущих военных частей страны. Поэтому долго не приходилось выбирать, где поставить монумент. Бюст преподнесли полуострову в дар в рамках проекта «Аллея российской славы». Саму скульптуру Петра изготовил меценат из города Кропоткино. Мужчина давно занимается такими проектами. Он создает памятники для военных учебных заведений и воинских частей. В Симферополе был установлен памятник Маргилову, наверное, Кутузовский памятник Кутузову. А так как бригада морской пехоты 810-й находится у нас, где служат наши ребята, крымчане в основном, которых мы готовим к службе в армии, было принято решение установить памятник Бюст Петру Первому, основателю морской пехоты Российской Федерации. Нынешняя морская пехота – род сил военно-морского флота страны. Ребят готовят для боевых действий в составе морских десантов, для защиты прибрежных территорий и военно-морских баз. За все свое существование со времен Петра Первого войска активно защищали страну от наступлений врага, боролись за мирную жизнь россиян. Недаром девиз морских пехотинцев «Там, где мы, там победа». Анастасия Калугина, Александр Чищенков, Служба новостей и ТВ, Севастополь. Субтитры создавал DimaTorzok